День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. В каких условиях проходила в этом году 9 мая и какие сложности, в том числе такие неожиданные и непланированные, возникли. Сейчас об этом мы обо всем поговорим, тем более, что уже несколько дней прошло, была возможность так вот проанализировать, может быть, какие-то эмоции уже по-другому пересмотреть. Да, вот Маргарита Драгева, добрый день. Добрый, добрый день. Да, ну вот понятно, что само 9 мая выдалось таким, каким мы, такого еще не было, и мы знаем, что в социальных сетях вот в таком в онлайн-режиме это все передавалось, люди были шокированы, может быть, раздражены, обижены, не ожидали, что, хотя была возможность чуть-чуть приблизиться, если так можно сказать, к монументу освободителям, но цветы самим, вот это такое, может быть, очень важное действие. Это самим положить цветы к подножию монумента, поклониться памяти погибших, и все, кто добыл эту победу, не было такой возможности, были установлены столы, хотя об этом, я так понимаю, никто не предупреждал, и две фракции Рижской Думы, как мы знаем, и согласие, Русский Союз, за несколько дней до 9 мая приглашали к себе представителей исполнительной власти Рижской Думы, они говорили, что да, понятно, что из-за пандемии не будет возможности проводить какие-то там акции или какие-то празднества, мероприятия, только можно будет положить цветы и уйти, ну, как мы видим, все-таки до конца, и даже цветы положить не дали. Ну, во-первых, я думаю, что я оцениваю это как абсолютно каждый, который пришел в воскресенье к памятнику, как абсолютное непонимание того, что происходит. Во-вторых, я бы, конечно, хотела пожелать всем здоровья в первую очередь, потому что я так понимаю, что именно в воскресенье была какая-то новая мутация вируса, которая особенно активно распространялась, поэтому было столько полиции и такие меры предосторожности именно потому, что, видимо, какая-то аура была именно 9 числа вокруг именно нашего места, которая была просто очень опасна именно для распространения вируса. Ну, это, конечно, шутка. В принципе, как я это все расцениваю? Я это расцениваю как попытку или, скажем, даже не попытку, а, во-первых, то, что правящие приняли это решение на эмоциях, на эмоциях ненависти. Это чувствовалось во всем, скажем, пространстве праздника 9 мая, которое началось с вечера 8 и, соответственно, продолжилось 9 числа. Я не знаю. В общем-то, было сказано, что будет разрешено подойти к памятнику, но, видимо, у нас разное понимание опции подхода к памятнику, поэтому про столы не знал никто. Но я, когда проходила на возложение, чувствовала себя либо как в аэропорту тогда, когда у тебя в чемодане нашли что-то запретное, либо как скот стула загоняют, и вот ты идешь, ощущения неприятные. Но при этом сила нашего народа, сила этой ценности, которую мы сохраняем 9 числа, сила семейной памяти, представители которой, как бы наследники, победители, стояли в этой огромной очереди к памятнику, показала, что нас это раздражает, но нам несложно. Потому что для нас сила памяти, сила ценности намного сильнее, чем те попытки нас каким-то образом изменить, сломить, запретить или еще что-то. При этом, конечно, хотелось бы сказать еще отдельное спасибо организации «Девятое мае ЛВ», ребятам, которые, по большому счету, вернули людям праздник. И поскольку я живу не очень далеко от памятника, мы с детьми часто ходим туда гулять, и могу сказать, что в этом году как будто бы зародилась новая традиция. Еще два дня после 9 числа народ приходил и возлагал цветы. Таким образом, с одной стороны, нас хотели лишить этого праздника, лишить радости 9 мая прийти к памятнику, а получилось, как говорится, наоборот, русских опять не просчитали. Мало того, что максимальное количество, я думаю, тех, которые могло доехать, с учетом того, что было ограничено движение и закрытые остановки, приехали, доехали и возложили цветы, так мы еще и гуляли несколько дней вокруг памятника. Мы, в смысле, народ, ощущая и, скажем, пролонгируя это чувство единения, чувство памяти и чувство гордости как за нас самих, так и за наших великих предков. Да, ну понятно, что сколько людей, сколько мнений. Каждый имеет, наверное, право на свое. Но вот мы знаем, что было и такое мнение, в том числе среди тех, как люди сами говорили, которые, в принципе, все последние годы тоже 9 мая участвовали в этих мероприятиях, приходили с цветами. Но вот в этом году они не пришли, избрав, ну, скажем так, другое место, вот так, чтобы отдать дань памяти. Кто-то поехал, я знаю, в Юрмалу вот на эти захоронения красноармейцев, которые есть в Булдуре. И кто-то на другие кладбища и сказал, что, ну, раз такая ситуация эпидемиологическая, с одной стороны, и, не знаю, политическая, с другой стороны, ну, и даже они прочитали, что нет возможности даже подойти к памятнику. Ну, в конце концов, это не последнее 9 мая. Было 9 мая, наверное, будет и в следующем году. И надеюсь, что все-таки пандемия рано или поздно закончится. Они решили вот таким вот образом действовать и, ну, не знаю, даже в какой-то степени призывали других вот не толпиться. Не создавать вот такую, не знаю, опасную эпидемиологическую ситуацию. Потому что, ну, в принципе, действительно, народу было много. Конечно, есть мнение эпидемиологов, что все-таки вот на улице, на воздухе этот вирус не так заразен. Но, тем не менее, люди, особенно пожилые, предпочли вот не рисковать. Может быть, это тоже понятно, что это, наверное, имеет право на жизнь такая мысль. Может быть, и вообще стоило, не знаю, кого-то призвать это 9 мая пропустить? Или это было невозможно? Ну, что касается пропустить 9 мая, думаю, то же самое, что давайте пропустим Новый год. И его пропустить невозможно, потому что, ну, как, ну, это как день рождения, как Новый год, как Рождество, как Пасха – это важная дата, важный день для тех людей, для кого он важен. Ну, прошу прощения за тавтологию, но, по большому счету, для тех, для кого этот день важен, пропустить его нельзя. Можно, конечно, поменять место дислокации, место своего участия в этом празднике. И я не вижу в этом ничего зазорного. Более того, я думаю, что это даже очень круто, что люди смогли поехать на другие места, на воинские захоронения, на кладбище, к своим могилкам, либо к могилкам неизвестного солдата в Саласпилс. Это очень, мне тоже кажется, что хорошая традиция зародилась, потому что, прошу прощения, потому что праздника вроде как такового огромного не было, концерта не было, и таких туристов, которые приходят ради фана к памятнику, вроде тоже не было. То есть такой определенный фильтр, я думаю, что произошел. Было меньше бравада типа «На Берлин, давайте повторим, а нам не сложно» и так далее. Отчего, если честно, у меня просто мурашки по коже бегут, потому что я не хочу повторения. Я не хочу смотреть на машины, раскрашенные Т-34, и какие-то подобные возгласы с флагом «На Берлин». Я не хочу, и я не хочу, чтобы мои дети этого хотели и в этом непосредственно принимали участие. Как бы и в прямом, и в переносном смысле. Поэтому, подводя итог, скажем, этого 9 мая, того, что люди призывали поехать в другие места, мне кажется, это тоже очень хороший показатель, очень хороший знак того, что все-таки для большинства важен не пир, не фан, не концерт, не тусовка, а важна память. И отдать эту память, по большому счёту, можно везде, на кладбище, у памятника, дома. Мы, как организаторы акции «Бессмертный полк», всегда говорили, что 9 мая – это в первую очередь праздник семейной памяти. И даже если вы не выходите на улицу с портретом, не едете к памятнику возлагать цветы, не хотите, не можете, по разным причинам, вы имеете, ну скажем, как это так глупо звучит, ну условно говоря, вы имеете на это право, потому что каждый выбирает свой формат празднования дня семейной памяти. И это в любом случае, даже если вы, ну как бы в любом случае, любой формат – это празднование. Кто-то на Новый год идёт к соседям, кто-то режет оливье, а кто-то идёт на набережную, кто-то уезжает куда-то в баню, кто-то наоборот за границу. У всех разные форматы, и мне кажется, ну скажем, подводить 9 мая под какой-то единый формат – это было бы совершенно неверно. И время показывает, что ситуация в мире меняется, вот пришёл ковид, и тот привычный формат, который был, он исчерпал себя, потому что он просто запрещён. И сейчас люди, как, в общем-то, мы всегда мечтали о том, когда организовывали 9 мая, люди самостоятельно сохраняют эту память без помощи концертов, без помощи каких-то наших внешних организационных усилий. И таким образом можно быть уверенным в том, что эта память всё-таки сохранится и будет передана нашим детям и внукам. Поэтому кто как хочет праздновать 9 мая, отдавая дань своим, ну, своим предкам, своим родственникам, ну и не только, благодарность всем павшим, спасибо им, и, конечно, да. Ещё несколько слов мы поговорим чуть-чуть попозже и по поводу Бессмертного полка. Эта акция тоже стала традиционной, может быть, такой неотъемливой частью 9 мая за последние годы. Ну, мы знаем, какой политический фон, в принципе, каждый год создаётся и без пандемии вокруг 9 мая. Ну, в этом году, в прошлом году, я так понимаю, отличился президент Латвии, который заявил, что только не патриоты Латвии, то есть могут вообще отмечать 9 мая. Ну, в этом году, я так понимаю, он, да, особо не высказывался, но зато высказывались теперь уже представители новой правящей коалиции Великой Думы, которые отдельные представители говорили о том, что это вообще безобразие, как они смеют вообще чего-то там праздновать. Это ведь вообще на самом деле трагедия, а не праздник. Кто-то даже прямо угрожал, если так можно сказать, мэру Риги и говорил о том, что если он не обеспечит должный порядок, ну, имеется в виду недопущение людей к памятнику, то вообще будут осложнения с точки зрения коалиции и на уровне Рижской Думы, и даже на уровне правительства. Так что вот перед мэром стояло такие две задачи. С одной стороны, вроде бы и не стать, ну, в глазах русскоязычным таким демоном, с одной стороны, с другой стороны, вот не потерять даже власть в городе. Вот как бы вы все это прокомментировали? Ой, ну тут, как говорится, и на ёлку залезть, и попу не ободрать, да? Да. Можно и так выразиться, это дипломатично будет, да. Да. Вот. Ну, не знаю. Мне кажется, у него не получилось с ней как бы сыграть ни с одними, ни со вторыми. Он как-то как сидел вот между двух стульев в этой ситуации, но он там и упал. Потому что в глазах, ну, скажем, русскоязычных или тех, для кого этот праздник был праздником, а когда я возлагала цветы передо мной и за мной в колонии, когда вот мы как сто в сто или стояли, были латыши. И они, в общем-то, тоже очень сильно возмущались всей вот этой вот ситуации, этим жёлтым коридором, которые были организованы у памятника. Поэтому я думаю, что среди тех, кто празднует, он потерял какой-то авторитет в своих глазах. Тех, кто не празднует и контролировал, наверное, тоже потерял. Потому что полиция вела себя крайне корректно по отношению к всем, кто пришёл на праздник. Ну, правда, тут вот просто, как говорят, латышицы опруност, что касается вот обеспечивающего безопасность персонала. Я не знаю, какие там нарушения национальные объединения, которые как бы контролировали полицию, нашли в процессе празднования. Но в любом случае сам факт даже того, что настолько недоверять... То есть если была допущена ситуация недоверия к полиции, то о каких дальнейших каких-то мероприятиях на уровне города может идти речь, если на официальном уровне было признание того, что полиция не справится со своими обязанностями. Поэтому вот мне кажется, что здесь, опять-таки, решение принято ненавистью, на эмоциях. А мы знаем, всем, как говорится, не первый год женаты, что решения, принятые на эмоциях, они ни к чему доброму не приводят. Но если в рамках семьи это ещё как-то можно решить, наверное, полегче, то в рамках города не знаю тогда, когда люди, которые пришли к памятнику, по большому счёту твои работодатели. Потому что я считаю, что власть, будь то она в городе или будь то она в стране, работодателями являемся мы. Да, но с этим сложно не согласиться, поскольку именно мы финансируем и самоправденческую власть, и, естественно, правительство, парламент, всё это понятно. Не хочется, может быть, опять-таки, к такому неприятному возвращаться, но, в принципе, мы понимаем, какая сейчас погода на дворе политическая. Она вот правая, крайне правая, теперь и в столице тоже. Наверное, можно долго говорить о том, кто такую ситуацию, ну, как мы к такой ситуации пришли, где были избиратели, но это, наверное, другой вопрос. Не будем возвращаться к тем выборам годичной давности почти. Но вот ведь риск всё время возрастает по поводу будущего этого памятника. Мы знаем, что целый ряд европейских стран тоже устроили такую войну с памятниками. Кто там по-тихому чего-то демонтирует под видом того, что там памятники вдруг стали мешать вообще движению, безопасности. Кто-то даже волонтаристски это всё делает, даже переносит захоронения. Но вот что касается монумента-освободителя, там захоронения нет. И вот это тоже, наверное, такой момент, что рано или поздно, не знаю, те, кто находятся у власти, решат, что пора это прекращать, поскольку людской поток и 8 мая, особенно 9 мая не прекращается. И, наверное, такое количество людей не могут собрать представители других политических сил на другие даты. Мы понимаем, что это несопоставимо вообще. 16 марта и 9 мая их с исторической точки зрения несопоставимо. Но и по количеству людей, которые приходят и 16 марта, и 9 мая. В принципе, морально вы готовы к тому, что рано или поздно вот это всё закончится? Ой, ну, тут очень сложно сказать, морально ли готовы. Но, в общем-то, мне кажется, что правящие силы в этом году показали нам, что это первый огромный большой шаг к тому, чтобы реализовать их долгосрочный проект о демонтаже этого памятника, этого парка, ну, вообще этого, скажем, места. Я говорила с одним знакомым человеком, скажем, с военной карьерой, и по поводу ситуации, которая была организована 9 мая чисто организационно. И он как раз сказал о том, что это может быть рассчитано как военный, как один из военных приёмов, который демонстрирует небезопасность этого места. И как только, скажем, это количество... Помните, нас же пугали, да, что при любой провокации мы закроем место, мы закроем вообще подход к памятнику. При любой провокации то, при любой там, типа, если полиция посчитает там что-то, то, значит, будет вот это. В общем-то, нас постоянно к этому готовили, что, ребята, памятник не ваш, он опасен. И по большому счёту это уже очень сильно действует на психику и на эмоции. И поэтому я думаю, что да, это первый шаг к тому, чтобы реализовать их замысел. Я не знаю, сможем ли мы, что касается политических инструментов и вообще, в принципе, людских ресурсов, каким-то образом противостоять этому процессу. Тут, наверное, опять-таки должны будут входить в... Скажем, выходить на сцену юристы и правозащитники, потому что, я думаю, что тут обсуждение может быть только по букве закона. Вот. Потому что какие-то протестные акции людские, они будут сделаны, ну, скажем, оформлены в жёлтый забор и приведены в силовое сопротивление. Да. Вот что касается акции «Бессмертный полк», которая вот последние годы проходит и тоже стала такой вот, ну, в какой-то степени визитной карточкой, даже 9 мая. В этом году вы, я так понимаю, так креативно подошли к этому вопросу. Был такой плакат изготовлен. Ну, может быть, кто-то не знает. Давайте, может быть, вы поподробнее расскажите. Да, сейчас, секундочку. Стефан, выйди, пожалуйста, на улицу, да, ягодь и соску. Я прошу прощения. Дети, да, ну, это Zoom, я думаю, что живой эфир, это даже может быть хорошо. Поэтому так получается. Да. Да, мы сделали, у нас было 4 точки по «Бессмертному полку». Нам было очень важно отстоять своё конституционное право на организацию одиночных пикетов. И в этом смысле отдельное спасибо Елизавете Кривцовой, которое, по большому счёту, стало в позу защитника и отвоевало у нас это право и на уровне согласования. Спасибо, Стефан. И на уровне согласования заявок, и на уровне непосредственной реализации. Потому что это, да, это было рассмотрено как провокация. И если бы не наше, скажем, правовое знание законов, то нас бы точно повязали и увезли бы в места не столь отдалённые. Но при этом нам было очень важно показать людям, что «Бессмертный полк» есть. И что мы для этого сделали? Мы сделали огромную стену с фотографии прошлых лет, фотографируясь на фоне которой был эффект присутствия. И чтобы очень интересно, народ, когда подходил к ней, фотографировался, особенно с детьми, с маленькими, то подходили и говорили, «Вот смотри, когда не было пандемии, мы вот так выходили с портретами своих близких. И у нас тоже в семье есть портрет. Вот помнишь, там вот Томас стоит сейчас у нас дома. И вот мы тоже там были. Нас на этой фотографии не видно, но мы там ходили. И это значит, эта акция, что мы помним наших героев». Это было очень трогательно, особенно когда, я повторюсь, это было с детьми. Поэтому такой эффект небольшой случился. Кроме того, мы в прошлом году и в этом году уже выпустили печатное издание юбилейной книги памяти. Это их «Победа и наша память». Вот она, в общем-то, вот такая толстая книжка. И нам было очень важно показать именно воспоминания героев и воспоминания родственников об этих героях. И для этого мы сделали такую тоже большую конструкцию куба. Получается, что каждая грань два на два, то есть, соответственно, выше роста человеческого. И там тоже были фрагменты из этой книги памяти. То есть, в общем-то, можно было подойти и почитать вырезки либо из оригинальных писем, которые нам присылали люди на сайт полк.лв, либо выдержки, цитаты из книги. И что показательно, с кубом, конечно, фотографировались меньше, потому что он не для этого был сделан. Но очень многие подходили и читали. И читали сами полицейские русские. Ну, как бы те русские полицейские, а их было очень много. Читали и даже что-то фотографировали. Ну и, конечно, для того, чтобы нас было видно в толпе, у нас было два огромных флага с логотипом «Бессмертный полк». При этом мы подошли очень, опять-таки, по закону к этому мероприятию. У нас было всё дублировано на латышский язык. То есть, логотип «Бессмертного полка» был на латышском языке. И те тексты, которые были на плакатах, они тоже были продублированы на латышский язык. И тогда тоже такой момент показательный, скажем, креативный. Тогда, когда наши стенды переносились с одного места на другое по просьбе полиции, то, соответственно, как всегда, «Бессмертный полк» в сопровождении полиции прошёл по части своего маршрута, и это тоже было очень символично. При этом тогда, когда стояла очередь к памятнику для возложения цветов, я там тоже проходила с ребёнком, поскольку весь день была у памятника. Мне казалось, что спасибо, дорогие власти, вы без нашей помощи, без помощи организаторов, по большому счёту, организовали «Бессмертный полк». Потому что та толпа, та колонна, та река людей, которая текла к памятнику, в общем-то, она и являлась лучшим проявлением «Бессмертного полка» в той ситуации, которая могла быть вот в этом воскресенье, этим 9 мая. Да, вот, может быть, такой вопрос ещё в контексте 9 мая, ну и, может быть, такой аспект очень важный. Кто-то хорошо сказал, что, наверное, мы такое последнее поколение, которое видит застало живых ветеранов войны, которые действительно воевали. Понятно, что их становится всего возраста всё меньше и меньше. И, наверное, книга-то, я так понимаю, цель, одна из главных целей этой книги – фактически передать дальше эту память тем, кто уже не застанет живых свидетелей этой войны. Абсолютно верно, да. При этом именно память, то есть незнание фактов, где воевал, когда воевал, какие медали получены. Этому посвящены множество сайтов, которые оцифровывают архивы. А именно память, которая живёт в семьях. Поэтому эта книга, да, собрала, скажем, не наилучшие, скажем, а те тексты, которые больше всего отображают ту память, те переживания, те эмоции, которые были в семьях, где были победители. Да, у нас не так много времени остаётся. До завершения эфира давайте звонок тоже примем. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, спасибо вам за вашу работу, за заботу. И у меня вот такой вопрос. 9 мая это всё-таки праздник, но в этом году круглая дата траурная. 80 лет нападения на Советский Союз. Я так понимаю, что если это нападение на Советский Союз, то вряд ли наши правящие что-то будут по этому поводу делать, хотя бы вспоминать, а вы готовите какие-то мероприятия? Спасибо большое. Да, ну вот 22 июня, наше поколение помнит эту дату хорошо, по крайней мере, тогда мы ещё в школе это изучаем. 22 июня 41-го года вот нападение на Советский Союз атаковали в 3 часа ночи гитлеровская Германия. Ну, мы, в общем-то, пока не планировали ещё, потому что мы не знаем, какая будет ситуация, но поэтому следите за информацией, но в любом случае какие-то мероприятия, скорее всего, будут организованы. Да, вот, может быть, в совершении я такой хотел задать вопрос. Он, наверное, требует более длительного осмысления, но вот эта пандемия, наверное, показала, что очень много мероприятий, в том числе, может быть, и акций памяти, мы можем проводить даже не выходя из дома. Я имею в виду виртуально. Мы даже знаем, что в отдельных городах, и в том числе России, проходили вот эти вот беспертные полки, вот онлайн, если так можно сказать, выставляли в интернете вот тоже фотографии родных, тех, кто участников войны, тех, кто погиб, истории какие-то там, письма военные. И это, как бы, тоже, наверное, было очень правильно, потому что, во-первых, действительно, лишний раз не надо куда-то передвигаться, во-вторых, действительно, вот можно виртуально, как бы, вот заглянуть в историю. Ну, в общем-то, конечно, онлайн, он что-то какую-то часть жизни забирает у нас, и это нормально, вот. Но при этом я могу сказать, что и когда мы были в оффлайне полностью, онлайн тоже был переполнен фотографиями, историями, какими-то, скажем, фото- и видеоотчетами о праздновании. Поэтому я бы побоялась бы говорить о том, что все можно перевести в онлайн. Человеческие эмоции перевести в онлайн невозможно. Чувство единения невозможно. Поэтому все-таки, наверное, наше поколение, может быть, у наших детей что-то будет по-другому, не знаю, но наше поколение, вот, ну, как бы, мое, очень... Степенька, выйди, пожалуйста, еще раз, да, я соску, пожалуйста. Вот, но мое поколение, для нас очень важно прийти, почувствовать плечо другого, быть вместе. То есть вот этот вот эффект присутствия не онлайновского, не 3D-очки, не очки дополненной реальности, а все-таки абсолютно реальную реальность, живые цветы в руках, живой человек рядом. И вот этого чувства все-таки, мне кажется, оно не поддается оцифровке. Я повторюсь, что, возможно, мы сейчас переживаем, и, скорее всего, мы сейчас переживаем определенную трансформацию и человеческих отношений, и общения, и коммуникации, и вообще, в принципе, какого-то социального устройства нашей жизни. И я, как человек, который привыкл к другому, немножко противлюсь каким-то новым вот этим вот эффектам. Но при этом для меня это пока не поддается оцифровке, скажем так. Я понимаю, что формат 9 мая, он изменится, и, скорее всего, в то, как это было раньше, мы к этому уже не вернемся. И мне очень хотелось бы, чтобы 9 мая стало местом не борьбы и конкуренции между общественными деятелями и политическими партиями, как с одной, так и с другой стороны. Особенно накануне выборов, да. А, в общем-то, местом силы, местом единения. И только тогда, может быть, не будет желтых заборов, может быть, тогда не будет демонтажа памятника, может быть, тогда к нам будут и относиться немножко по-другому. Может быть, такой последний вопрос. Ну, вот сейчас у вас уже двое детей, понятно, что придет время им тоже пойти в школу. Ну, мне тяжело сейчас представить, с учетом нового прочтения истории, что даже в школах в основном с русским языком, ну, или билингвальные, называйте, как хотите, учительные уроки истории 9-го, скажут, что 9 мая, там, не знаю, Великая Победа и так далее. Ну, может быть, как-то укратко и скажут. Я к чему веду? Значит ли это, что в основном вот это вот, не знаю, бремя или моральная обязанность рассказывать о, по крайней мере, истории 20-го века все-таки ложится или ляжет на плечи родителей? Только, только на плечи семьи, только на плечи родителей. То есть здесь на школу уповать не надо, да? Нет, не надо, не надо. Как говорится, на бога надейся, я сам не плашай, вот, но при этом, конечно, это только ответственность семье. Да. У вас теперь двойная ответственность, потому что вот недавно родился еще один ребенок, чем мы вас, я думаю, наши радиослушатели, все поздравляют, удачи, успеха вам. Ну, и я думаю, что еще через год мы все-таки отметим День разгона нацизма в другой моральной обстановке, психологической, уже без пандемии. Большое спасибо. Спасибо вам, всего доброго.